смотрите какая красавица вот так она смотрится без вспышки свет по бокам только сверху ничего не светит от стеллажей только свет идет а вот и включая вспышку смотрите какая прелесть я специально положила листик один отрежула чтобы было видно какая нас изнанки рубиновая я так хорошо она светится это силу геннелл эритропус сангвинир берет красная форма растет она в общем-то нормально не затянута никаких особых танцев с бубнами у нее нет на не требует ничего такого вот она у меня просто закрыты коробочки вот такой вот такая коробочка вот не туда не залезаю не проветривая ничего не делаю иногда поливаю сейчас здесь политый грунт он рыхлый в этом грунте очень много мелкого перлита его практически не видно такой перлит выпускают он про мелкий мелкий это не пыль это именно очень мелкий по размеру но и как вот эти песчинки вот как вы видите но немножко там циолита по идее должно быть сейчас я уже не помню дугом у даже у нас разросся но я его убираю обычно ну сейчас надо будет убрать вот растет хорошо сейчас я ее еще раз порежу я думаю что до весны я еще раза три или 4 и и порезать успею в жару она плохо себя чувствует то есть ей видимо суховато как-то вот летом она не очень хорошо у меня росла ну может быть это просто совпадение и выводы рано делать на этот счет но сейчас ей отлично то есть я ее вот порезала перед осенью и она очень хорошо пошла светится здорово изнанка вообще шикарная у нее кстати этот вид прекрасно живет открыто не обязательно флорариум но такие корешки у нее вот этими корешками к земле и она дальше сама там зацепится и пойдет то есть даже прикапывать не нужно достаточно сверху положить размножаются небольшими кусочками вот видите вот эти вот все веточки каждую веточку можно отрезать и посадить смотрите какая прелесть надо же просто вообще чудо просто чудо мне очень нравится вот это вот одна из силу геннел которые просто очень красивые а представляете если бы у нее еще и серединка была в косичку беленькую есть же такой вид но вот это однотонная а если бы это было какая была выслушивательная красота ну ладно она и так красивая а я коробочку задеваю нечаянно так что подрагивает так что не бойтесь такую травку сажать как во флорариум так в принципе в ней его держать единственное я всегда говорю все что такое вот во флорариуме предпочитает жить подрастите немножко и уже во взрослом состоянии выводите наружу потому что маленькие стаканчики маленькие горшочки это всегда большую риску пустить полив а так когда побольше горшочек все-таки в середине влаги больше сохраняется растение сразу вас не погибнет мало ли там какие дела вас отвлекут и вы не будете поливать всякое бывает а так в принципе такие растения понимаете что допустим не будет вас рядом с растением какое-то время возьмите в zip пакет поставьте все а его очень красиво посадить знаете такие есть но можно сказать аквариума на это не совсем правильно так говорить вазочки круглые они продаются как правило там где горшечные растения где горшки для них и вот такие вот вазы прозрачные и в этих круглых вазах просто шикарно их держать к сожалению у нас они без крышечек продаются а то что с крышечками что-то там бас основывается 7 цены очень высокие поэтому нужно просто пленочкой накрыть и все будет хорошо и растение будет шикарно захотели в открытом состоянии сняли с поверхности эту пленку и все отлично все смотрится красиво ну а уж делать садике всякие закрытом будет маленьких таких емкостях стеклянных вообще она замечательно будет разбавлять всю эту зелень потому что она видите какая темная а когда светится на все синие